давайте начнем так тетенька приятным голосом говорит что запись началась так уважаемые коллеги значит у нас очередное заседание клуба вы наверняка обратили внимание что мы перенесли его с четверга на вторник но это разовое решение мы планируем по-прежнему второй четверг каждого месяца просто из-за праздников пришлось так сделать тема сегодняшнего заседания оценка с участием заинтересованных сторон и уже становится традицией мы должны сказать что клуб сейчас проходит в рамках проекта поддержка развития оценки развития оценочного мышления пятый элемент значит наверное имеет смысл пару слов сказать о сути этого подхода все знают на самом деле присутствующие большинство знают поэтому я постараюсь компактно но мы мы все знакомы с этим определением оценки которые предложил майкл пэттен и понятно что любая оценка это работа с информацией и полезная оценка ориентирована конкретных пользователей заранее понятно использование и вот если говорить о том что мы рассматриваем оценку с участием у нее конечно есть особенности и есть причины почему такой подход к оценке появился и я хотел вот вначале привести слайд который может быть вы даже видели я сразу хочу сослаться вот здесь внизу ссылочка есть это слайд взят из презентации где я постарался все 79 видов подходов к оценке которые майкл пэттен у себя в книжке описал я постарался представить компактно на слайдах один вид оценки на одном слайде и можно по этой ссылочке всю презентацию посмотреть если что но вот в чем суть оценки с участием как написал пэттен будущие пользователи результатов оценки включая как правило членов тех сообществ в рамках которых реализуется проект или программа а также сами сотрудники программы непосредственно вовлечены в проведение оценки а и когда специалисты стараются объяснить в чем отличие оценки с участием от традиционной оценки а надо сказать что по традиционной оценкой здесь понимается внешняя оценка которая проводится специально приглашенным для этого внешним консультантом не участвующим в программе не работающим организации которая реализует программу то вот например называют пять отличий ну то есть получается что она всем отличается и почему проводится и как проводится и кто проводит и что оценивается и для кого проводится сегодня довольно много ресурсов есть в том числе на русских на русском языке по оценке с участием особенно вот на русском языке много ресурсов по оценке с участием детей и вот здесь в этом прямоугольничке вы видите первую ссылочку это как раз перечень ресурсов на русском языке это объединение оценка в сфере детства это эволюции филантропия здесь еще вот пособие сборник таких инструментов для оценки с участием детей которые разработала наталья кошелева есть пара ссылочек также на публикации на английском языке но публикации много и что вот если говорить о том что лежит в основе оценки с участием то наверное можно будет я не случайно вот этого нашел первобытного человека дело в том что свое время один из гур оценки которую мы тоже часто цитируем это майкл скривен он сказал что вообще-то оценка появилась практически с самого начала потому что первое что человек делал он наблюдал а второе он оценивал по результатам наблюдений ну например он выбирал какой-нибудь камень с помощью которого можно что-то обработать или изобразить сцену охоты а потом мы получали на соответствующие на скальные рисунки и очевидно что этот процесс вот в чем ценность камня оценка же про ценность про определение ценности и этот человек вот выбирал подходящий для себя инструмент и надо сказать что вообще это тема оценки с участием она про я бы сказал вот если психологические термины использовать она про субъектность субъектность людей с которыми в процессе оценки мы имеем дело то есть про то что люди с которыми мы взаимодействуем которые традиционно вот если мы возьмем дизайн оценки традиционной внешней оценки или там техническое задание на проведение внешней оценки то там будет сказано что в качестве источников информации предлагается использовать и дальше перечисляется какой-то список документов дальше говорится о том что вот избранные благополучатели являются источниками информации сотрудники программы и так далее и вот когда когда мы переходим к оценке с участием то здесь очень важный момент это то что люди с которыми мы имеем дело не просто объекты воздействия программы или объекты оценки в нашем случае а люди они являются субъектами и обладают свойством субъектности если терминологии используют нашего знаменитого психолога Леонтия Алексея Николаевича то значит вот субъектность чем заключается заключается что активность человека инициатива человека она может идти изнутри то что он делает только отчасти определяется внешними обстоятельствами у него есть внутренняя активность он способен к самоопределению и вот я на днях случайно просто получилось наткнулся на такую переписку кстати если вас интересует тема оценки правда здесь все на английском языке есть такой список рассылки и там бывает интересное обсуждение вот на днях там обсуждение было следующее я просто как иллюстрацию хочу привести обсуждалась тема такая какой-то сотрудник крупной структуры международной по моему европейской комиссии европейской объявил что они создают реестр консультантов по оценке и значит консультантам предъявляют следующие требования если хотите чтобы вас включили в реестр давайте присылайте и кто-то написал из участников этого сообщества написал а почему в вашем реестре нет графы значит высшее образование причем там высшее образование имелось ввиду такая продвинутая степь магистерской степени или выше и на это очень многие откликнулись было оживленное обсуждение вот этот человек его зовут энди роу он из канады и он бывший президент канадского общества оценки и мне эта фотография понравилась мы с ним знакомы но мне эта фотография понравилась я в таком виде не видел никогда он обычно приличнее выглядит на конференциях где мы встречаемся но здесь видно что это человек который любит быть на природе и энди роу это один из тех людей которые очень активно развивают оценку проектов и программ сфере защиты окружающей среды так вот энди роу интересную вещь написал я наверное всю цитату не буду зачитывать но обращу ваше внимание на то что в чем смысл основной он в ответ вот на эту переписку написал так что я очень часто сталкивался с людьми которые не имеют высшего образования едва имеют там среднее образование при этом они являются искушенными носителями интерпретаторами знаний в полной мере обладают оценочным мышлением вот это как раз про ту самую субъектность и мне кажется что вот эта тема связанные с оценкой с участием как раз и возникла в связи с отношением к тем кто является участниками благополучателями программы заинтересованными стороны вы не поверите но вот вчера совершенно неожиданно и вы первые кто об этом услышал мы получаем письмо от фонда потанина который выпустил обзор грандмейкинг с участием ну вот по-русски они это чудовищное слово партисипаторный грандмейкинг ну имеется в виду грандмейкинг с участием и вы можете эту книжечку скачать вот по этой ссылке которая здесь есть на слайде внизу она только только вот еще типографской краской пахнут наверное страницы так вот это про грандмейкинг с участием то есть работу с грантами предполагающую активные вовлечение разных заинтересованных сторон в том числе и гранд получатель и вы видите вот здесь я взял цитату из предисловия кстати это составлено обзор эльвиры олениченко который многие из вас знают и в введении говорится о том что ценности подхода основанные на участие разных заинтересованных сторон в каких-либо процесс становится все более значимыми заметными для общества не только конечно филантропии и в оценке но и в других областях и значит пожалуйста мы пришлем эту презентацию скачивайте и читайте интересный обзор я вчера посмотрел очень хорошие содержательные от центра развития филантропии фонда по тайне так вот значит подход с участием он конечно распространялся не только на оценку и не с оценки начался и если говорить об истории вопроса то на самом деле люди которые серьезно этим занимались они упоминают например вот этих двух джентльменов и ну я полагаю что судя по тому кто сегодня пришел на заседание все наверное знают кто это хотя вот я подозреваю что молодежь уже может и не знать естественно это маркс и энгельс и идея не оценки с участием а исследование с участием когда исследуемые люди также признаются субъектами говорят что вот один из первых таких опытов где методологии отношения к исследуемым людям было открыто проговорено как таким субъектом как раз было вот у маркса и ангельсы когда они проводили интервьюирование рабочих на фабриках и мы с вами понимаем что это соответственно 19 век да и если говорить об использовании оценки с участием как инструмента то наверное будет правильно сказать что это вторая половина прошлого века двадцатого века и это началось в рамках инициатив по совершенствованию организации для налаживания взаимодействия между менеджментом и работниками организации то есть приглашали коллективы в которых были и менеджеры работники они вместе обсуждали те вопросы которые назревали внутри организации это способствовало и повышению доверия и решение каких-то вопросов связанных с организационной эффективностью я думаю что вот эта ссылочка это на самом деле одна из лучших статей академически по истории оценки с участием если кому-то интересно и или вы например пишите научную работу какую-то я бы очень рекомендовал ссылаться именно использовать эту статью если будут трудности с тем чтобы ее достать пишите мне пришлю итак оценка с участием мы приближаемся уже к традиционной части когда мы должны начать уже все вместе что-то обсуждать и вот в чем заключается собственно идея подхода если брать полномасштабную реализацию этой идеи оценки с участием то идея заключается в том чтобы в проведении оценки программы или проекта от самого начала и до самого конца были вовлечены представители всех сторон заинтересованных программе и проекте еще раз от начала и до конца все стороны заинтересованы программе и проекте а мы с вами понимаем что цикл проведения оценки он включает постановку задачи планирование оценки сбор данных и так далее и вот имеется ввиду что именно с постановки задач и до обсуждения результата и планировку результатов и И планирование их использования, собственно, их даже использования, предполагается участие всех заинтересованных сторон. Ну, если мы с вами рассмотрим общий случай, кто может быть заинтересованными сторонами в какой-то социально ориентированной программе или проекте? Ну, как минимум, это финансирующая сторона, это те, кто реализует эту программу, это благополучатели, плюс, вероятно, окружение благополучателей, например, сообщество, в котором реализуется та или иная программа. Вот это общая идея оценки с участием. Что здесь необычного по сравнению с так называемой традиционной оценкой? Вот сравнивают оценку с участием, с традиционной оценкой. На самом деле, она уже тоже становится традиционной, и мы должны, наверное, точнее говорить, что речь идет, сопоставление идет с внешней оценкой, когда специально приглашенный и обученный человек проводит оценку какой-то программы, не имея никаких с ней связей. Более того, какие-либо контакты с этой программой могут оказаться конфликтом интересов вообще для такого консультанта. То есть он должен ни сном, ни духом. И вот его приглашают, чтобы провести такую внешнюю оценку. И, конечно, отличие в том, что здесь все равно наоборот. Сами заинтересованные стороны, исполнители программы совместно проводят такую оценку. Надо сказать, что группа может быть довольно большая. Вот я читал материалы по оценке с участием, где группа была десятки человек. Например, 40 человек. Формируется группа, которая проходит все эти стадии. Значит, если вы захотите почитать, кроме тех русскоязычных источников, которые я уже упоминал, есть очень много руководств по оценке с участием на иностранных языках. Вот на этом сайте много английских, а также есть на других языках, в том числе на испанском. Я думаю, что это одно из самых полных собраний, именно руководств по оценке с участием на иностранных языках. Так, ну и переходя к обсуждению, я, наверное, хотел привести пример из собственной практики. Он связан был с тем, что я какое-то время преподавал курс по оценке программ и проектов в Московской высшей школе социальных и экономических наук. Теперь она имени Теодора Шанина. И это было еще в те времена, когда не особенно были популярны социальные сети, блоги и так далее. И вот я после нескольких лет преподавания подумал, что, наверное, будет правильно использовать те ресурсы, которые предоставляют нам интернет. И сделаю-ка я несколько специальных ресурсов для моих студентов, чтобы они могли. Например, я сделаю блог. Это, кстати, импульс был исходный для того, чтобы сделать блог. Потом все изменилось сильно, причины, я имею в виду. А изначально я для студентов его сделал. Думаю, буду писать какие-то основные идеи занятий в блоге. Они смогут откликаться, мы сможем что-то с ними обсуждать. Сделаю там отдельный ресурс, где будет расписание и где будет видно, кто как посещал занятия. Я сделаю какие-то дополнительные ресурсы со ссылками на литературу и так далее, связанные с их заданиями. Ну, то есть несколько, у меня там пять или шесть ресурсов было для студентов. Значит, я сделал эти ресурсы, потратив довольно много времени. И это абсолютно было, конечно, на волонтерских началах. Я просто думал, что это как-то повысит качество курса и наше взаимодействие со студентами. Значит, смотрю, практически никто не заходит. Это же легко посмотреть. Ну, мало. Там один комментарий, два, и все. И посещений мало. Я думаю, надо провести оценку. Курс по оценке, почему бы не провести оценку. И я сделал такую анкету для студентов, раздал им. Они все честно заполнили. Я собрал эту анкету, обработал результаты дома. И вижу, что там был вопрос, связанный с тем, пользуются ли они этими новыми ресурсами, которые я для них сделал. И несколько вопросов, касающихся этого. И было также несколько вопросов, связанных с тем, стоит ли мне продолжать эти ресурсы развивания. Ответы, если кратко, были такие. Нет, мы ими не пользуемся, но обязательно продолжайте их развивать. И, в общем, это для меня была интересная ситуация такая. Интерпретировать это можно по-разному, начиная с издевательства и заканчивая какими-то там другими, более сложными версиями. И я понимаю, что у нас нормальные отношения с ними были. Это вряд ли была какая-то шутка с их стороны и так далее. За этим что-то по-настоящему стояло. И я подумал, что вот это тот случай, когда интерпретация данных, лучше всего ее сделать вместе с теми, кто мне эти данные предоставил. Потому что они мне, скорее всего, сами объяснят, почему так получилось. Ну, во-первых, я им когда рассказал, они очень позабавились по этому поводу. И потом мне объяснили, что на самом деле особенность моего курса заключалась в том, что если они ходили на занятия и участвовали в обсуждениях и так далее, то они могли получить зачет автоматом. То есть, и у меня не было никаких письменных работ в этом курсе, ничего. А вообще у них нагрузка очень большая была. И они говорят, что курс нам нравится, и мы с удовольствием ходим, и нам кажется, это важное направление. Но у нас нагрузка по другим предметам огромная, и у нас просто сейчас вот нет времени ради любопытства зайти там что-то, посмотреть блоги и так далее. Но мы понимаем, что если такой ресурс будет в перспективе, когда у нас возникнет вопрос, связанный интервью с оценкой, мы будем знать, куда заглянуть. Вот они мне это все объяснили. И я думаю, что вот эта иллюстрация того, как работает оценка с участием, ее элемент, я использовал элемент, конечно, не с самого начала месяца с ним планировал, но элемент оценки с участием в данном случае использовал. И они мне помогли правильно понять и правильно интерпретировать результаты этого опроса. Я на основании этого, конечно, определенные выводы сделал, и в частности поменял подход к блогу и понял, что целевая группа должна быть другая, и надо по-другому подходить, и так далее, и тому подобное. Вот один пример того, как могут использоваться элементы оценки с участием в нашей практике. Сейчас я хотел пригласить вас поделиться вашим опытом использования оценки с участием, либо ее элементов. И если Ирина не возражает, я бы хотел начать с вопроса к ней, потому что мы, когда обсуждали сегодняшнее заседание клуба, я спросил, может ли Ирина рассказать. Я знаю, что они используют оценку с участием, и спросил, может ли она привести пример, и она сказала, что у нее такое впечатление, что они без участия оценку вообще не используют. И поэтому я вот хотел попросить Ирину поделиться своим опытом. Итак, какой у нас есть опыт использования оценки с участием, либо ее элемент? Ирина, пожалуйста. Я на самом деле вчера, когда думала про тему нашей встречи, сначала подумала, что не бывают оценки без участия, потому что если мы начинаем какую-либо работу, опрашивая наших, например, благополучателей, то неизбежно, а потом они начинают, ну вот если контакт сохраняется, спрашивают, а что, а может быть какие-то рекомендации высказать, то есть все равно каким-то образом благополучатели просачиваются на других этапах, кроме сбора информации. Потом я для себя поняла, что мне кажется оптимальным такой вариант, когда мы собираем некую информацию вместе с благополучателем, потом мы их привлекаем на этапе интерпретации информации, потом мы их привлекаем, когда говорим, ребят, смотрите, у нас получилось так, 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 и какую-то часть выводов мы можем им показать, тогда неизбежно они добавляют туда свои рекомендации. И по сути это получается тоже оценка с участием. И я бы сказала, что даже если мы не позиционируем свою оценку как оценку с участием, по факту это так получается. Могу пример рассказать про то, как мы работали с ребятами с ментальными особенностями. Давайте мы тогда, Ирина, сюда как раз добавим еще один вопрос. Может быть, есть опыт использования оценки с участием особых групп благополучателей. И я бы хотел подчеркнуть, вот Ирина собирается рассказывать про ребят с ментальными особенностями. Я что хочу подчеркнуть, коллеги? Вот смотрите, мы проводим оценку программы ориентированных на таких людей с ментальными особенностями. И я бы сказал так, что довольно распространено мнение, согласно которому те, кто реализует программу, намного лучше знают, что этим людям надо, чем эти люди сами. И поэтому даже использование их в качестве источников информации уже огромный шаг вперед. На самом деле их мнение особо никто не спрашивал, традиционно. Поэтому это очень интересный опыт. Пожалуйста, Ирина. Ну вот я даже не знала, что будет именно такой вопрос. Действительно, об этом я расскажу чуть-чуть. Проводили мы однажды оценку. Не оценку с участием, это была независимая оценка. Но мы выехали для проведения фокус-группы в такое учреждение, которое работает с ребятами с ментальными особенностями. Когда мы планировали эту фокус-группу, руководство учреждения и сами педагоги, там такая педагогическая направленность есть для ребят с ментальными особенностями. Педагоги сказали, вы потратите время зря, потому что это люди, среди них есть даже невербальные ребята. Но мы, не обладая таким большим опытом работы с ними, все-таки решили попробовать с моими коллегами. Приехали в это учреждение, собрались в зале. В зал стали заходить ребята. Их было на этой фокус-группе человек, наверное, 10. Довольно много для фокус-группы. И нам сразу сами ребята, они такие очень коммуникабельные оказались, подходили и говорили, вот тут еще придет вот эта вот девочка, она не может говорить, поэтому она сядет рядом со мной. Можно? Можно. Потом начали говорить, а вот эта вот девочка, она глухонемая, но я буду ей переводить. Можно? И вот этот момент, когда мы увидели самоорганизацию, он был для нас очень показателен. Но это еще не оценка с участием. Когда мы стали задавать ребятам вопросы, они стали нам спрашивать, а можно мы расскажем вот это? Потому что вот у этой вот девочки, которая глухонемая, или вот у невербального молодого человека, у них свой опыт, и вот это хочется рассказать. И у нас этого вопроса не было. И оказалось, что наш сценарий фокус-группы нужно несколько доработать. Вот тут, наверное, началась уже оценка с участием. Когда в разработке инструмента, как оказалось, принимают участие вот сами благополучатели в данном случае. Потом мы же как привыкли, что вот нейротипичные люди, взрослые особенно люди, особенно сотрудники, они как заполняют анкету? А вот я ее схватил, быстренько так заполнил, на мой голос ответил, и все. А эти ребята читали досконально каждую строчку. Это были единственные представители и благополучатели, которые сказали, а тут у вас неправильная нумерация, а тут у вас что-то, видимо, надо вот этот вопрос, вот он после этого, а почему вы так спрашиваете? И это для меня было очень показательно. Это тоже получилось, по сути, что ребята принимают участие в разработке инструмента. И в следующий раз, заходя в подобную аудиторию, мы действительно поменяли эту анкету. Вот поэтому, мне кажется, что даже там, где мы не позиционируем оценку как оценку с участием, элементы участия просачиваются. Спасибо большое, Ирина. Очень интересный, конечно, пример. Пожалуйста, коллеги, есть ли у кого-то опыт использования оценки с участием, либо элементов оценки с участием? Сергей? Сергей? Потерял, потерял кнопку от микрофона. Ну, я очень рад, что не я один, когда планировал участвовать в этой встрече. У меня тут очень были большие накладки, но я думаю, интересно. Мне все-таки очень интересно понять, а что же за оценки без участия? Думаю, что же интересно такое Алексей расскажет, что, в общем, мне позволит понять. Потому что, в моем понимании, ну, я по фантазии могу придумать оценку без участия, но в реальности я себе не представляю этот процесс. Вот, и я думаю, что здесь граница в том, что, ну, мы как минимум данные всегда собираем партисипативно. А вот этот вот как бы заход, вовлекаем ли мы партисипативно в методологию, вовлекаем ли мы партисипативно в интерпретацию данных, формирование рекомендаций. Вот, ну, если вот так растянуть этот процесс, как вы представили, то мы, как правило, сбор данных однозначно идет партисипативно. То есть разные методы, но всегда предполагается, что люди участвуют. Мы всегда даем вот это вот окно разными методами, окно для того, чтобы люди высказали свое мнение не в рамках методологии. Можете пример привести, какие методы для этого использовать? Ну, ну, начиная от открытых вопросов, то есть, ну, например, у нас мы стандартно спрашиваем вопрос, там, три сильных, три слабых стороны проекта назовите. Понятно, что из этого вопроса можно интерпретацию дать, там, для почти любых вопросов оценки, но это дает, ну, очень часто ты видишь что-то такое, чего бы ты прямым вопросом не спросил. Или мы всегда в конце интервью задаем вопрос, окей, вот вы готовились же к нашей встрече, было, и думали, что вы нам должны что-то обязательно рассказать важное про проект, но могло так случиться, что мы вас не спросили. Вот это то место, где вы можете рассказать. И понятно, что это там, ну, хорошо, если там каждый пятый, каждый десятый что-то рассказывает, но иногда то, что они рассказывают, формулируют дополнительные гипотезы, которые потом можно перепроверить. Вот, еще один инструмент, тоже такой, из личного опыта, это механизм дебрифинга. То есть мы его начали использовать где-то лет пять-шесть назад, после того, как мы проводим серию интервью, мы собираем, ну, мы приглашаем всех участников, кто-то приходит, кто-то не приходит, обычно не все далеко не все приходят, но наиболее заинтересованные подключаются, тем более онлайн сейчас это возможно. Мы говорим, окей, вот мы закончили сбор данных, мы еще не интерпретировали, не анализировали, но уже сейчас мы видим вот это, вот это, вот это, вот это. Что вы по этому поводу думаете? И это очень помогает какую-то калибровку сделать, это дать обратную связь. Люди, во-первых, понимают, что не зря с ними встречались. Кто-то говорит, блин, а мы, в общем, не думали, что вы так глубоко увидите. Кто-то, наоборот, говорит, мы вообще так не видели наш проект, но это очень интересно. И это вот это вот тоже добавляет вот этой партисипативности, люди понимают, как, ну, и, конечно, дают свою обратную связь. Это говорит, не-не-не-не-не, вы все не так поняли. Здесь, на самом деле, вот так происходит. Окей, давайте эвиденсы. А эвиденсов нету. Ну, как это, предъявите доказательства, предъявите аргументы. Аргументов нет. Говорят, давайте, если есть дополнительные источники данных, мы готовы рассмотреть. На основе вашего мнения не получится. И вот тогда уже как бы люди в методологию немножко вовлекаются. Ну, вот такие из практического опыта. Спасибо большое, Сергей. Вы знаете, это, ну, законный абсолютно у вас вопрос. Те люди, которые непосредственно занимаются вот программами, которые реализуются, например, некоммерческими организациями относительно небольших масштабов, у них часто возникает вопрос, как можно без участия, действительно. И я думаю, что, ну, на самом деле, без участия – это традиция, которая появилась в основном связанная с оценкой больших программ, которые финансировались правительством, или больших международных программ, которые поддерживаются там международными организациями, бюрократическими достаточно структурами. И там предполагается внешняя оценка, и участие не приветствуется, поскольку может быть скомпрометирована условная, я сейчас в кавычках скажу, объективность. И хочется, они хотят получить суждение внешнего человека, и, соответственно, вот отсюда та традиция пошла без участия. Спасибо еще раз. Пожалуйста, коллеги, может быть, какие-то соображения, вопросы или опыт есть у кого-то еще, кто готов поделиться? Можно, да, Алексей? Да. У меня таких два примера. Один, который непосредственно связан с нашей деятельностью как ресурсного центра. Один, как бы, из моего личного опыта, когда мы с одной некоммерческой организацией обсуждали результаты их проекта. Организация работает тоже с людьми с ментальными особенностями, со взрослыми. И у них там есть достаточно такие сложные случаи, когда их прямые благополучатели, собственно, в тяжелой форме ДЦП, они там, они разговаривают и так далее. И они говорят, ну, как нам быть в этой ситуации? Мы же не можем их напрямую спросить. Они нам не скажут. То есть спросить-то мы их можем, но они не скажут. Есть ли польза от той деятельности, которую мы с ними ведем? Мы их социализируем, мы их учим различным навыкам, чтобы им было проще справляться с бытом. Потому что там есть те, кто пытается и подрабатывать как-то, у кого есть эта возможность, каким-то образом за собой ухаживать. Если они уже достаточно взрослые, например, у них родители уже пожилые люди, они понимают, что родители не все время с ними могут быть. Они говорят, как нам быть в этой ситуации? Они же нам не все могут это сказать. Они даже те, кто может сказать, они не все могут адекватно оценить вот эту пользу. Мы-то, говорит, ее видим, конечно, со стороны, но нам-то хочется, чтобы они нам это сформулировали. Я говорю, а вот у родителей этих детей, взрослых детей, я говорю, вы что-то спрашивали, то есть на их жизнь, вот эти занятия, которые вы с ними проводите, как-то это повлияло, наверное. И тогда руководитель мне говорит, слушайте, а ведь да, действительно, мне одна мама, вот там есть, у нее две дочери, у обеих очень сложная форма ДЦП. Она говорит, что да, благодаря вашим занятиям, она говорит, у меня появилось время для себя просто дома, да, потому что вы их научили какое-то время заниматься самими собой. Одна может слушать музыку, да, одна что-то просто сама поделает, там, в какую-то игру поиграть. И что у мамы есть там час-полтора для того, чтобы там, ну, просто спокойно там приготовить обед, они не требуют от нее внимания, да, там, подключая и так далее. Я говорю, так вот, спросите у родителей, у всех, да, как они влияние ваших занятий увидели со стороны, как изменилось поведение, да, этих детей и взрослых. Вот они уже после такой нашей дискуссии, да, стали работать еще с родителями, да, выбирать информацию, чтобы показать в качестве результатов своей деятельности вот эти отзывы. Айда, а как вы думаете, можно представить себе следующий шаг, что, например, с родителями обсудить, как можно было бы лучше реализовывать программы, чтобы эффект был еще больше? В принципе, возможно? Да, это следующий шаг бы был, да. Спасибо. И может быть с вовлечением, опять же, родителей, да. Ну да, да, именно, да, обсудить. Обучением родителей, как они могли бы уже, ну, в форме с этими детьми взаимодействовать, когда, например, они чем-то, ну, не заняты вот на этих занятиях. Спасибо. Какой-то похожий проект реализовывала организация, которая работает с детьми аутистического спектра, но они сами вот таким опытным путем, они сначала с детьми поработали, потом родители им говорят, а нас-то тоже научите, как нам с этими, как нам с нашими же детьми работать, да, следующий проект у них для родителей уже был и так далее. Вот здесь есть тоже важный момент, который Аиду упомянул, коллеги, это то, что когда проводится оценка с участием, так или иначе, приходится обучение какое-то проводить, пусть маленькое, пусть экспресс небольшое, но чтобы у людей появлялись новые компетенции, которые они могли бы использовать при проведении нации. А второй пример, про который я хотела сказать, то, что из того, что мы как ресурсный центр недавно проводили тоже, приглашали заинтересованных некоммерческой организацией и с ними анализировали рейтинг НКО, который ежегодно проводит Общественная палата Российской Федерации, да, то есть по нашему региону конкретно смотрели, да, по каждому, по каждой позиции и думали, можем ли мы на это как-то повлиять, да, то есть мы как центр развития НКО, а не как НКО, да, как мы можем это сделать, чтобы там рейтинг у нас был выше, скажем так, да, бросали такие идеи для того, чтобы у нас был некий план работы, да, и они понимали, что они со своей стороны могут делать. Спасибо большое. Давайте у нас две руки есть, Ольга, а потом Сергей. Ольга, пожалуйста. Здравствуйте. У меня как раз вопрос навеялся выступлением Аиды, именно как раз речь идет об оценке с участием родителей, детей с ментальными нарушениями. И, в частности, да, у нас был такой опыт, мы проводили внешнюю оценку, в ней принимали участие родители, потому что у нас дети, во-первых, часто маленькие, во-вторых, это дети, которых не то, что спросить их, конечно, можно, но они действительно могут вопросы просто не понять. У меня как раз то, что у меня возникло, почему я хотела как бы задать вопрос в сообществе, он относится к следующему. Вот, зная родителей, и мы работаем с родителями, не просто как, ну, которые привели, увели ребенка, мы работаем с родителем непосредственно как с целевой группой, развиваем у них определенные компетенции. Мы прекрасно видим высокую степень инвалидизированности родителей, которые имеют таких детей. Мы прекрасно видим, как они во многом, ну, седуя с нами, говоря не только о наших проектах, о нашей там пользе, которую мы несем их семьям, они говорят нам в том числе о пользе или там о каких-то определенных выгодах, которые не получают от других некоммерческих организаций. Как правило, все сводится либо к прямому, скажем, прямой материальной выгоде, ну, там нам форму дали, мы тут обязательно находим прекрасные проекты у этой НКО, потому что они регулярно могут, что бесплатные занятия, так еще форму детям дают. Ой, а здесь праздники чудесные, подарки каждый день получаем. То есть мы столкнулись с тем, что мы имеем массу примеров, что когда мы вовлекаем родителя и спрашиваем его о чем-то, но вовлекаем и правда только на уровне, скажем так, выясняем его мнение о тех или иных наших проектах, о той пользе, которую мы несем, я начинаю понимать о том, что родители во многом смотрят достаточно потребительски. И они смотрят с точки зрения блага для себя, вот сейчас Аида что говорила, а у меня появилось свободное время. И она оценивает, родители, эта мама оценивает проект вот только с этой точки зрения. Она не смотрит, естественно, так же глубоко, как, например, специалисты, которые оценивают, какой навык у ребенка появился. И, соответственно, вот у меня всегда есть опасение, что когда мы привлекаем родителей детей, которые сами, скажем так, не сильно могут что-то оценить, не получаем ли мы достаточно одностороннюю связь, не получаем ли мы данные для оценки, которые, ну, скажем так, не сильно прелевантны. Что скажет сообщество на эту тему? Сергей, а вы можете начать с ответа на вопрос, а потом с вашим комментариям? А у меня, собственно, комментарии по этому же поводу. Просто вот я тоже хотел сказать, что очень часто мы ведь оцениваем проекты развития. Это предполагает, что мы трансформируем некую среду в рамках проектной деятельности, а потом оцениваем эту трансформацию. И когда мы партисипативно работаем, особенно с бенефициарами, особенно с такими вот группами, как, например, дети с инвалидностью, которые и в силу возраста, и в силу инвалидности не могут быть полноценными источниками данных, тут возникает вопрос, из какой парадигмы мы получаем данные. Вот на примере, который Аида и Ольга привела, очень-очень это хорошо видно, потому что обычно родители видят гуманитарным образом любую интервенцию внешнюю. То есть они ожидают, что нам помогут. И этот такой довольно устаревший подход в сфере помощи, поддержки семей с инвалидностью, детей с инвалидностью, людей с инвалидностью, современный более подход, он инклюзивный. То есть он предполагает то, каким образом человеку, ребенку, семье помочь стать полноценным членом общества в меру тех возможностей, которые у этого конкретного человека есть. И по нашему опыту мы как это делаем? То есть если мы собираем группу бенефициаров, то мы тратим небольшое время на то, чтобы объяснить, собственно, в какой парадигме мы сейчас с вами будем разговаривать. Что мы понимаем ваши потребности гуманитарные, мы понимаем ваши потребности в социальной передышке, в питании и так далее. Но проект был немножко про другое, и мы хотим увидеть то, где появились возможности другого типа. И вот этот образовательный компонент, который показывает вторую парадигму, для многих бенефициаров очень шокирующим оказывается. Это, кстати, тоже своего рода данные, потому что если в течение, например, двухлетнего проекта бенефициары так и не почувствовали разницу между этими парадигмами, значит, наверное, что-то с образовательным компонентом этого проекта было не так, но это как бы отдельный разговор. Но если мы не спиректируем парадигму, из которой мы задаем вопросы, несмотря на нашу девелоперскую логику, бенефициары будут отвечать, давать нам такие достаточно интуитивные вещи, которые исходят из их представления, что бы нам должны были давать или какие у нас есть ожидания. Без этого мы не получим данные для оценки, как мне кажется. Ну, я в развитии того, что сказал Сергей, добавлю тоже к вашему вопросу, что мне кажется, что тут очень важный момент использования принципа тренгуляции, который нам всем хорошо знаком. То есть речь идет о том, что, конечно, нельзя полностью полагаться на один метод и один источник или один тип источников информации. Наоборот, источников должно быть много, методов должно быть много, и тогда полученная информация во всей совокупности будет отражать ситуацию, как она есть. И, допустим, опрос родителей добавит какое-то измерение, какой-то взгляд на ситуацию, которую мы могли изначально не видеть. Я вот про тренгуляцию хотел добавить. Может быть, еще есть комментарий, коллеги? Ну, кажется, пока нет. А у нас есть план, поэтому мы можем двигаться дальше. Значит, я хотел поделиться, вот пока готовился к сегодняшнему заседанию, много посмотрел пособий. И вот это на английском языке, но меня привлекло, естественно, дизайн, во-первых, обложка, это очень симпатично, на мой взгляд, и название. Название такое, поплескаться в данных, примерно так, или порезвиться, да. То есть речь идет о том, что это не оценка с участием, это анализ данных с участием. То есть не вообще вся оценка, да, а именно только часть, связанная с анализом данных. И в этом пособии приводится много таких инструментов, которые позволяют организовать такой совместный процесс обсуждения, интерпретации данных. Очень советую посмотреть, если тема вас интересует. Теперь мы, коллеги, готовы к работе в малогруппах. У нас будет две малогруппы. И мы хотим теперь попробовать, обсудив оценку с участием и поделившись опытом, хотим попробовать сформулировать преимущество ограничения оценки с участием по сравнению с внешней оценкой, которую проводит приглашенный для этого специалист со стороны. И у нас будет две малогруппы. В одной будет модератор Ирина Решта, и в другой буду я. Мы поработаем там, а потом вернемся. Группы будут небольшие, поэтому у всех будет возможность активно поучаствовать. Поехали. Безжалостный зум, да. Ирина, покажите результаты, а потом я тогда. Так, сейчас покажу. Ну вот, видно, да? Сейчас, да, видно, да. Ну, мы на самом интересном месте остановились, и мы приводили интересные примеры. Я сейчас скажу кратко, а вы, коллеги, дополните, потому что не все успели договорить. Ну, во-первых, однозначно преимущество оценки с участием, то, что можно уточнять данные и интерпретировать их более правильно. Потом, ценно то, что благополучатели примеряют, но они вынуждены примерять результаты на себя, и включается такой элемент рефлексивный. А потом, иногда оценка с участием выявляет, что если даже все пошло немножко не так, как это предполагали благополучатели, например, то это как раз шанс придумать новую программу, новый дизайн программы и запустить новые направления. Есть вообще такие направления, когда невозможно проводить оценку без участия. Например, болезненный такой вопрос, как оценка потребностей результатов обучения представителей некоммерческих организаций. Тут мы без них хоть запланируемся, ничего не сделаем. И мы остановились на вопросе того, что партисипативная оценка предполагает компетентность партисипантов. Это такая скороговорка. Вот. Это цитата дня, я думаю. Нам надо всем это выучить. И автор у нас Сергей Готин. Да. Минусы скажу кратенько, что некоторые сообщества действительно будут стремиться к оценке вкладов. Ирина, а в чем преимущество, я хотел уточнить, что предполагает компетентность, это в чем преимущество заключается? Мы не договорили. Сергей, может быть, я это в кусок столбик еще отнесла. Мы на этом как раз остановились. На примере Белоруссии. Хотите дополнить? Я там могу дополнять и примеры приводить. Просто я хотел подчеркнуть, что я не уверен, кстати, это сильная сторона или слабая, потому что если партисипанты сильные, то использование партисипативной оценки это будет, собственно, сильным методом. Если наоборот группа очень слабая или некомпетентная, или там, ну я не знаю, малообразованная, например, то будут проблемы со сбором данных, просто потому что потребуется потратить время на образование участников или вовлекаемых стейкхолдеров. И хотел еще сказать, что важна не только тематическая, содержательная компетенция, но и компетенция в минимальных вопросах логики, логической модели проекта. То есть вот мы очень часто сталкиваемся, особенно в таких достаточно глухих регионах, когда мы пытаемся от бенефициаров что-то достать, с проблемой понимания слова «зачем?». И, ну вот, например, программа финансировала различную инфраструктуру для отдаленных горных регионов. Это был Таджикистан. И, ну вот, мы приходим в это село и задаем людям вопрос. Окей, вот, чем вам помогла программа? Говорит, ну как, водопровод помогли сделать. Хорошо, и что поменялось? Ну, водопровод появился. А как жизнь в селе поменялась? Ну, в селе жизнь поменялась, появился водопровод. А вот раньше водопровода не было, а теперь появился. Люди стали по-другому жить? Ну, конечно, стали, потому что вода появилась. Вот, хорошо. И вот ты вот ходишь вот так вот кругами, да, и пытаешься понять, на что же этот водопровод повлиял. Понятно, что самый простой вариант взять там цели высокого порядка и просто их перечислить, и они знают правильный ответ. Они скажут «да». Но вот, как бы, попытка достать из них то, что, как бы, появление водопровода уменьшило социальную напряженность и конфликты в сообществе, они вообще через это никак не рефлексировали. Они не понимали, не воспринимали вот этого. И мы потом выяснили, что это не проблема в тематизме, а проблема в понимании слова «зачем?». Ну, то есть, вот люди так не мыслят. Это культурная, может быть, штука, еще что-то. И тогда мы стали просто в следующую деревню, когда поехали, мы стали, как бы, с разъяснением смысла вопроса «зачем?». На примерах, на очень банальных и так далее. Окей, вот понятно вам с огородом? Понятно. А теперь про воду. И они сразу выдают, слушайте, было мало воды, конфликтов, были конфликты из-за воды. Стало много воды, нет конфликтов из-за воды. Сергей, спасибо. Мне кажется, здесь очень важный резюме, если я правильно понимаю, что за этим стоит. Что когда мы не получаем того ответа, который нам нужен, дело не в тупых источниках, а в том, что мы плохо задаем вопрос. И надо с вопросом работать. С учетом специфики тех людей, с которыми мы имеем дело. Наверное, так можно сказать. И это очень классный пример, что более дружелюбно, что ли, это становится. Ирина, а у вас в правой колонке еще была? Да, но в правой колонке у нас было, что некоторые сообщества будут стремиться к оценке блага, которые они получили. Некоторые сообщества, которые принимают участие. Об этом мы уже начали говорить до группы. И будут акцентировать внимание не на том, что было в задумке проекта у разработчиков проекта, а на том, что им ближе к телу. И вот тут мы наткнулись на такой вопрос, который Надежда Рождественская подняла. Если я правильно сформулирую сейчас. Вот если мы идем на оценку с участием, эта позиция предполагает изначально, что мы готовы двигаться в какую-то сторону, которую нам зададут потом участники этой оценки. Но иногда благополучатели, которые принимают участие, они хотят того, что вообще неприемлемо с точки зрения разработчиков программы. Ну, например, мы люди взрослые, мы понимаем, что детям придется учиться. Дети говорят, что мы хотим, чтобы в школу вообще не ходить. Я утрированный пример привожу. Вот, Надежда, может быть, вы дополните. Ну, как бы, да, я просто попыталась со студентами с теми сделать, и нашла себя в кошмарной ситуации, когда, ну, как бы, когда они уже ожидают, что я что-то сделаю, потому что они мне много чего рассказали, что, собственно, сделать нельзя. Вот, а я ничего сделать не только не могу, я еще не хочу и не буду ничего это делать. Вот, и, в общем, если бы у нас курс не закончился, я не знаю вообще, в каком кошмаре я была дальше с теми доработала. Это один из рисков таких, да, что можно попасть в такую ситуацию неприятную. И я думаю, что как раз этот риск возникает в первую очередь тогда, когда, ну, все-таки заинтересованные стороны в данном случае не все являются, в кавычках, собственниками оценки, да. Все-таки оценку провожу я, а их использую как бы фрагментарно, да, на каких-то этапах. Потому что если мы вместе с самого начала планируем, то можно предусмотреть какие-то границы, рамки, да, в которых нам надо оставаться совместно. Как думаете, Надежда? Да, мы просто начали со слова «субъектность». Да. Я хотела еще раз повторить, но у меня такое ощущение, что она не у всех есть субъектность, измечательность. И надо сначала ее создавать, и потом использовать все это там. Это была бы интересная тема для обсуждения. Еще одна. Но мы, наверное, лучше многоточие поставим. Это важное тоже соображение. Спасибо. Все, да, Ирин? У меня... Ирин, пришлете, да, табличку? Я ее вставлю в презентацию, прежде чем всем разошлем. У нас в группе получилось вот тут тоже две колонки, и вы видите, что многое повторяется, вот уточнение, широкий спектр мнений. Наверное, я бы здесь отметил вот глубину понимания ситуации как преимущество, поскольку люди, которые во все это вовлечены, конечно, лучше знают, чем внешний специалист, который на короткое время сюда попал. И можно узнать, пойди туда, не знаю куда, найди то, не знаю что, потому что здесь немногие вещи могут скрыться, которые внешний человек может и не узнать. И на ограничение тут говорили о предвзятости, о том, что какие-то требования к участникам оценки могут быть. Если мы внешнего человека привлекаем, который помогает, то у него нужны навыки фасилитации, чтобы он умел с группой работать. Сам процесс усложняется, оценки. И для заказчика может выглядеть подозрительно, потому что если это с ним не согласовано, а по инициативе того, кто оценку проводит, такая акция случилась, то могут быть серьезные неприятности. Но это общее правило, ведь когда мы готовимся к проведению оценки, мы обязательно должны не только вопросы, задания согласовать, но и то, каким образом мы собираемся получать информацию и интерпретировать. А можно уточнить? Лена, да. Быстрота и гибкость, как и имущество. Мне вообще кажется, что оценка с участием, как раз он наоборот, очень быстрая. Можно пытаться уточнить многие вопросы. Мне кажется, что быстрота здесь точно не может. Там имелось в виду, что, я кратко записался, имелось в виду, что, вот как Ирина приводила пример, когда они по ходу оценки инструмент скорректировали, то есть, если мы сами эту оценку спланировали и сами ее проводим, то, соответственно, процесс согласования изменений, он очень быстрый. В этом смысле быстрота. А так у нас там, да, записано, что намного сложнее может оказаться, чем внешняя оценка, когда там у тебя 40 человек в комнате сидят, и надо вместе с ними весь путь пройти. Это, конечно, может быть очень сложный процесс. Окей. Какие-то по этой части есть еще комментарии, вопросы? Мы результаты включим в презентацию. Видно же теперь, да? Один оценок добавлю. Давайте. Чем партисипативнее оценка, тем она дороже. Это все-таки тоже фактор, связанный с бюджетом, потому что чем активнее, чем больше вот этой коммуникации, тем больше увеличения стейкхолдеров, тем больше ресурсов нужно для того, чтобы это качественно организовать. Тоже интересная, может быть, тема для обсуждения, Сергей. Зависит от того, до какого внешнего специалиста ты собирался привлекать. Там тоже сильно дорого, может быть. Но ставим многоточие. Согласен насчет ресурсов, да. Не против многоточия, просто это еще одно переменное уравнение. Абсолютно. Что думают по этому поводу наши зарубежные коллеги? Я хотел вам сказать, что если вы будете знакомиться с публикациями про оценку с участием, то вы увидите много примеров, где сопоставляется оценка с участием и традиционная оценка. Я взял одну публикацию, вот здесь внизу на нее ссылочка, на английском языке она, и я перевел. Вот смотрите, преимущество повышения качества дизайна и усиление влияния оценки, так. Дальше полнота данных, ну, об этом говорили, что люди, более того, они уже имеют многие данные, не нужно их специально собирать, и повышают потенциал в сфере оценки и практически использования данных. Теперь ограничения. Если доноры привыкли к традиционному подходу, они могут усомниться в объективности и строгости такой оценки вообще в принципе, то есть можно ли на это полагаться. Требуется высокий уровень взаимного доверия, принятие норм сотрудничества и тщательный подход к формированию команды с учетом того, что там есть еще разделение и определенное распределение властных полномочий, и с этим может быть динамика связана, и это непростая может быть ситуация. Плюс затраты времени и сил, конечно, со стороны руководителей, сотрудников, заинтересованных сторон, потому что им не один раз придется собираться для того, чтобы этим заниматься. И вот тут мы возвращаемся к комментарии Сергея, что дорого. Это много времени многих людей, как минимум. Хорошо. Был такой вопрос, на который мы по существу уже ответили. Если приглашается внешний консультант, может ли он быть чем-то полезным, какими компетенциями он должен обладать? Вроде у нас уже прозвучало, что с одной стороны вроде должен понимать, как оценка проводится, с другой стороны должен уметь про это рассказывать другим людям, причем таким языком, чтобы он был понятен неподготовленному человеку в этой области. И с третьей стороны, конечно, обязательно навыки фасилитации, может быть, это ключевой момент работы с группой, потому что от внешнего консультанта здесь в первую очередь, конечно, ожидают то, что он организует работу группы, а не будет сам выполнять оценку, как это принято в традиционных случаях. Поэтому по этой части хотите что-то добавить, прежде чем дальше поймите? Нет? Окей. Тогда, смотрите, у нас немножко нас время поджимает, но тем не менее мы попробуем. Значит, мы хотели вас пригласить сейчас перейти по ссылочке, которую я в чате размещаю. И там онлайновая анкета. и мы хотели попросить вас, чтобы вы ответили на нее. На это уйдет от трех минут до пяти. Давайте мы возьмем там пять минут. и мы сразу посмотрим результаты. Это оценка, связанная с клубом нашим. И мы посмотрим результаты и вместе попробуем их пообсуждать в той мере, в которой успеем. Вот эта ссылочка, пожалуйста, перейдите по ней. Мы берем пять минут паузу и через пять минут вернемся с результатами анкетирования, чтобы вместе их обсудить и попробуем вот такой элемент оценки с участием здесь использовать. Спасибо. Спасибо. . . . . . Спасибо. коллеги. Коллеги, большое спасибо. У нас пока нет... У нас 12-14 ответов и может быть те, кто не успели еще сейчас заканчивать, либо решили не отвечать по каким-то причинам. И мы можем на самом деле потихонечку перейти к обсуждению результатов. У нас для этого десять минут. Вот смотрите, до сих пор было... Я бы не стал называть это оценкой с участием. Правда? Потому что это организованное кем-то, ну, инициаторами этого клуба там, онлайн в анкетировании. И у нас уже есть данные на результаты этого анкетирования. А вот совместное обсуждение этих данных, это, конечно, элемент оценки с участием. Что они для нас означают, как можно их объяснить, как можно это интерпретировать. Я не знаю, успеем ли все. Мне кажется, нам лучше не торопиться и пройтись просто по всем вопросам, посмотреть, что мы имеем. Сейчас будет экран. Видно? Видно, коллеги? Кто-нибудь мог бы сказать, видно или нет? Видно. Хорошо, спасибо. Значит, смотрите, вот, да, я сейчас обновлю, вот у нас 12 ответов, сейчас узнаем, все ли ответили. У нас 14 человек присутствуют на заседании. Одну секундочку я обновляю. 12, 12 человек ответили, да. Значит, ну, понятно, что сегодня присутствуют все 100%, и у нас из тех, кто присутствует, больше половины участвовали, вот, вот здесь лучше видно, да, из 12, больше половины оценка замыслу проекта, половина, ну, довольно много, довольно много участвовали в нескольких заседаниях, почти, почти половина во всех. как вы думаете, вот, что об этом можно сказать, что это для нас означает, хорошо или плохо, как бы вы это объяснили, вот такое распределение, что у нас примерно половина участников почти во всех присутствовало, из тех, кто сегодня есть. Можно, можно каким-то образом это интерпретировать, есть какие-то соображения? Если можно предположить, то, наверное, у нас сегодня присутствуют достаточно активные участники, хотя не самые активные, да, достаточно активные, можно сказать. То есть, я бы предположила, что мнению этих участников о продолжительности, о чистоте можно доверять. То есть, эти люди устойчиво ходят в течение года на заседания клуба, достаточно активные. Вот, здесь важный, да, спасибо, Ирина. То есть, важный момент какой, что если бы люди сегодня пришли, например, первый раз, да, то есть, у нас были бы в основном вот здесь 100%, а там бы был один-два, да, то вопрос, можем ли мы полагаться на книги, поскольку у них не было особого опыта участия в клубе, а так вроде можно полагаться. Ага, да, хорошо. Давайте к следующему мы перейдем. К чему вы решили принять участие в заседании? Мы видим, что много интересовали вопросы, хотелось услышать мнение специалистов, привлекла сама идея клуба и хотелось обсудить заявленную тему в неформальной обстановке. Можно было отметить до трех, то есть, не все можно было отмечать, поэтому нужно было выбрать три главные. И у нас мало про собственную точку зрения, получить ответы на конкретные вопросы и есть еще другое. Интересен опыт конкретных проектов в другом. То есть, получается так, что если у нас сюда народ и приходит, то скорее не для того, чтобы что-то сообщить, а для того, чтобы послушать и обсудить. Как вы думаете, это хорошо? Ну, а почему нет? Ведь мы же здесь с разным опытом и с разным, скажем так, вовлечением в оценочные процессы, поэтому, по-моему, это нормально. Если я не ошибаюсь, это созвучная идея клуба, да, именно задача клуба популяризации оценки. Людям интересно, люди находят время, приходят послушать. Здесь речь, наверное, идет о вовлеченности, да, все-таки людей в процесс, да, показывает, что это реально людям интересно, раз люди приходят не для того, чтобы посидеть, послушать, но и активно участвовать в разговоре. Более того, если бы все сказали, что приходят, чтобы выставить свою точку зрения, у нас могли быть проблемы с клубом. Представляете, если все, кто придут, захотят что-то обязательно сообщить. Вот тут, да. Ну, так, хорошо, давайте дальше посмотрим, интересно же, что там еще. Ожидание. Полностью оправдались, отчасти оправдались. В основном ожидании оправдались. Вот давайте сюда посмотрим. Различные форматы работы и насколько правильно, сейчас я изменю, чтобы было видно, удобнее было. Вот так вот. Значит, заранее подготовленные сообщения с презентациями по теме заседания. Все считают, что в самый раз и больше не надо, и меньше не надо. Диалоги с приглашенными экспертами. В основном, большинство считает 11 из 12, что в самый раз и есть мнение, что, может быть, и больше надо уделять. Обсуждение в общей группе надо меньше два человека, надо больше один, в самый раз восемь. И обсуждение в малых группах здесь или в самый раз, или надо больше, причем семь человек. Что вы можете об этом сказать, коллеги? Какие будут комментарии здесь? То ли за год к нам более умные люди подтянулись, то ли народ активизировался. Но мне кажется, это хорошо, что люди хотят обсуждать постепенно больше, чем слушать. А делали такой опрос в самом начале, на первом? Был опрос не на первом, но где-то там в начале есть, да, похожий опрос есть. Ну, вот тут в динамике интересно было бы посмотреть. Коллеги, эту информацию можно интерпретировать только вместе с вопросом, надо ли увеличивать продолжительность заседаний. А, не сможем, да, Надежда, увеличить малые группы, потому что... Да, потому что если все сохранить на месте, малые группы увеличить, то автоматически надо увеличивать общую продолжительность. Вот интересно, что там ответили. Или сокращать обсуждение в общей группе, а там вроде все нормально, да? Ну, в принципе, можно презентации заранее разослать или статьи, какие-то тексты. Ну, да. Окей, давайте дальше посмотрим. У нас пару минут. Планируете ли принимать участие в заседаниях? Да, или скорее да? Один раз в месяц следует сохранить или проводить даже реже? Один ответ. Следует ли в определенный день да или все равно? То есть здесь получается, что общее мнение скорее к тому, что в определенный день пусть будет. Следует ли проводить в одно и то же время? Аналогично. Продолжительность заседаний полтора часа. Сделать заседание длиннее? Вот есть одно мнение, и это созвучно тому, что Надежда сказала. И последний вопрос. Какая вероятность, что порекомендуете? И у нас среднее где-то вот 8 с небольшим. Из 10 10 это точно порекомендую. И среднее значение получилось с 8 с небольшим. Что вы думаете об этом, коллеги? Здесь нужно еще учитывать тот момент, что а есть ли кому рекомендовать? Вот лично я отвечала именно я поставила 8, не потому, что мне все это не нравится, я не сильно довольна, а я просто понимаю, что в моем окружении практически нет людей, которому я могу это рекомендовать. Они либо тем интересуются, либо еще скажем так. Она и будет не особо интересно. То есть я думаю, что здесь вот это сказано. Я бы хотела поддержать Ольгу, потому что у нас тоже есть некоторая проблема с компетентными специалистами в данной области, поэтому кому рекомендовать тут большой вопрос. Может быть один-два человека нарисуются, но не в очень широком диапазоне. То есть получается, что такой у нас вопрос, ответ на который совсем не обязательно говорит о том, что не нравится. Если мне говорят, я покушал в таком-то кафе, я буду рекомендовать своим знакомым. Это понятно, значит, понравилось. А здесь не так. Действительно, как Ольга говорит, было большое сообщество кому рекомендовать. И по поводу дня и времени, для меня допустим актуально, вот видите, у меня уже ночь наступает, и конечно хотелось бы время сохранить, чтобы это было вот так, как есть сейчас, это удобно. Для меня вечернее время после дневной работы, да, и вот совсем уж так было поздно. Если вы сместитесь на попозже время, то я тогда, к сожалению, не смогу участвовать. Теперь точно не сместимся. А вы где, Светлана? Камчатский край. И сколько у вас сейчас времени? У меня сейчас 21.30. Ага, ну это еще более-менее гуманно. Ну нормально, нет, это нормально. Уважаемые коллеги, спасибо большое за участие, вот у нас время-то к концу подошло, поэтому всем всего доброго, удачи, себя берегите, и мы следующие проведем во второй четверг июня следующее заседание, а сегодня отметили год клубу. Спасибо. Всем спасибо.